Пусть Господь вас благословит! Еще раз хочу вас, братья и сестры, вдохновить. У нас будет особенное время на этом кемпе. Если ты уже вырвался сюда, пожалуйста, будь максимально вовлеченным во все, что здесь происходит. Если вы видели расписание, то каждое утро в 8 утра у нас здесь будет молитва. Это будет необычная молитва. У нас будет вначале зарядка, потом мы будем молиться все вместе. И после чего мы будем слушать короткое слово, наставление на день. У нас будет отдых, также у нас будут соревнования. Принимайте участие в соревнованиях по футболу, по баскетболу. Принимайте участие в соревнованиях по... Там еще будет много-много разных. Наша спортминистры так сильно хорошо готовились. Также у нас будет гонка наций, будет трехкилометровый забег вокруг леса. И вам надо будет проходить разные полосы препятствий. Это будет очень интересно. И у вас будет возможность вашим регионам выиграть кубок «Янг Кэмп». Поэтому какой-то регион уедет отсюда победителем. Аминь. Слава Богу. Так что, как вы думаете, кто выиграет? Кто выиграет? Алексей выиграет. Он уже выиграл. Поэтому участвуйте во всех мероприятиях. Также я вас прошу. У нас будут разные локации. Это будет... Каждый вечер будут кинофильмы показывать разные. Потом у нас будут игры настольные. Вы можете после служения приходить туда играть. Волейбольная площадка. И также у нас будет костер большой. Каждый вечер вы можете приходить с своими друзьями общаться. Общайтесь, дружите, знакомьтесь. Пусть это время будет нас незабываемым. Но самое главное, братья и сестры, мы приехали сюда не просто хорошо провести время, не просто отдохнуть. Мы приехали сюда не просто познакомиться с кем-то еще или найти себе новых друзей. Прежде всего мы приехали сюда, чтобы встретиться с Иисусом Христом. Аминь. Поэтому давайте все поднимемся на наши ноги. Все, кто еще вне палатки, я прошу вас, проходите. Сегодня у нас будет особенное служение. Мы начнем наш кемп с служения, поклонения и прославления. Знаете, Библия говорит, что мы входим в Божье присутствие с хвалой и славословием. И очень важно, чтобы мы сегодня открыли свое сердце, чтобы мы захотели искать Бога. Твоя жизнь, она может измениться полностью. Ты можешь полностью преобразиться, если ты начнешь всем своим сердцем искать Духа Святого. Не важно, сколько тебе лет, 15, 18, 13, 12. Знаете, я уже в подростковом возрасте встретился с Господом, и я знал Его лично. И я хочу вам сказать, что это самое большое, самое великое переживание, которое я имел в своей жизни. И я сегодня служу Богу, потому что я однажды с Ним встретился. И когда мы собираемся на такие вечера поклонения, это как раз то время, когда тебя никто и ничто не сдерживает для того, чтобы просто искать Бога. Мы здесь не для того, чтобы показать себя друг другу, мы здесь не для того, чтобы просто перед друг другом какие-то финты сделать, мы здесь для того, чтобы встретиться с Духом Святым. Если ты встретишься с Духом Святым, твоя жизнь изменится. Если ты встретишься с Духом Святым, ты узнаешь свое призвание и предназначение. Если ты встретишься с Духом Святым, ты получишь особую силу и помазание, чтобы совершать духовную работу на этой земле. Чтобы твоя семья была счастливой, чтобы твой дом был счастливый, чтобы все в твоей жизни было под Божьим, тотальным контролем. Все это возможно, когда ты жаждешь. Когда ты жаждешь. Библия говорит, жаждущие, идите к водам. Жаждущие, идите к водам. Послушайте, мы не должны быть поколением присыщенным. Мы должны лично знать Бога. Мы должны лично жаждать Бога. Но ждаться в Нем, как ни в чем другом. Сегодня люди гоняются за разными вещами. Кто-то гоняется за телефонами, кто-то за машинами, кто-то гоняется за деньгами, успехом. Но мы сегодня верующие люди, христиане, любящие Бога. Как сказал Давид, иные колесницами, иные конями, но мы именем Бога хвалимся. Потому что имя Божье, это крепкая башня, в которую убегает праведник. И он в ней в безопасности. Аминь. Нам нужен Бог. Нам нужно Его присутствие. Мы здесь для того, чтобы преобразиться. Это должно стать нашей горой преображения. Это должно стать нашим временем, когда в Его присутствии ты станешь совершенно другим. Давайте закроем свои глаза, поднимем свои руки. Пусть сегодня ничто тебя не сдерживает. Просто сосредоточься на Боге, скажи, Господь, мне сегодня так нужно Твое присутствие. Мне так нужна Твоя слава. Я хочу отсоединиться от всякой суеты, отойти от всякого уныния, уйти от всякого разочарования. Я сегодня устремляю свой взгляд на Тебе, и я ищу Тебя. Я нуждаюсь в Тебе, великий Бог. Я нуждаюсь в Тебе, святой. Я нуждаюсь в Тебе, великий Дух святой. И наполни сегодня эту палатку. Наполни это при нас своим присутствием. Дай нам погрузиться в Твою славу. Дай нам погрузиться в Твое присутствие. Пусть нас станет меньше. И пусть Тебя станет больше. Давайте поднимем свои руки. Сейчас начнем молиться из своего духа. Молись, молись, молись от всего сердца. Молись как можешь сильнее. О, Дух святой, прийди на это место. Пусть сегодня огонь Твой сойдет. Пусть попасание Твое наполнит нас. Пусть присутствие Твое наполнит нас. О, мы жаждем Тебя. О, мы жаждем Тебя, Господь. Мы жаждем, мы жаждем, мы жаждем Тебя. О, Дух святой, О, Попрелик. О, мы жаждем Тебя, Дух святой, Мы жаждем Тебя, Дух святой. Давайте еще подарим великую славу нашему Богу. Аллилуйя! Еще, 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 проставляй его. Это прекрасное время. Хорошее время, хороший вечер, Чтобы вместе еще раз поклониться нашему Господу. Аллилуйя! Аллилуйя! Чем будет больше Бога в наших жизнях, Тем наша жизнь будет более разноцветная, Красивая. Аминь! Шикарная, как говорил один мой дух. Шикарная. Просто шикарная. Аминь! Ты хочешь, чтобы твоя жизнь была насыщенная. Кто хочет, поднимите свои руки, помахайте, чтобы мы вас видели. Слава Богу, тебе нужны Божьи краски! Аллилуйя! Давайте будем открывать свои сердца в этот вечер. Бог обязательно посвятить тебя в этот вечер. Аллилуйя! Иисус достоин! Слава Богу! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Еще дрочи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Перед Тобой склоняться, Божий Сын лишь для Тебя. Ты нас от слава ждаешь, любовью наполняешь, Огонь нам зажигает, Божий Сын лишь для Тебя. Лишь для Тебя. Вся жизнь моя! Пусть небо слышит нас! Пусть весь мир слышит нас! Потому что мы славим самого великого, Самого прекрасного! Вас не слышно! Будем! Пусть весь мир с благодарными сердцами Будем! Пусть весь мир с честными словами Воспевать хвалу и славить Иисуса. Петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами. Воспевать хвалу и славить Иисуса. Петь, петь вместе с небесами. Петь, петь вместе с небесами. Петь, петь вместе с небесами. Это благодать, благодать, благодать Это благодать! Нам нужна твоя благодать! Благода пришла с небес, Как сладокус любви. Я был потерян, Что? Но вдруг Воскрес! Был слеп! Что? Вместе! Свет твоей надежды! Аллилуйя! Благодать! Бьется на меня опять! Аллилуйя! Ливнями! Ливнями твоей любви! Аллилуйя! Благодать! Благодать! Исцеляет сердце! Исцеляет сердце! Благодать! Ливнями! Ливнями! Твоей! Ливнями! Благодать! 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 Но вдруг воскрес, но вижу, и ты готов! Свет твоей надежды! Аллилуйя, благодать, льется на меня в небо. Свет твоей надежды! Аллилуйя, ливнями, ливнями, Это свет твоей надежды! Аллилуйя, благодать, исцеляет сердце. Аллилуйя, благодать, исцеляет сердце. Аллилуйя, благодать твоя на мне. Благодать твоя на мне. Благодать твоя на мне. Иисус, благодать Твоя на мне И все вместе Благодать Твоя на мне Иисус, аллилуйя Благодать Твоя на мне И на Тебе Благодать Твоя на мне Благодать Твоя на мне Благодать Твоя на мне Иисус, 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 благодать Твоя на мне Благодать Твоя на мне Иисус, 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 благодать Твоя на мне Исус, 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 Дока Исус, Дока Исус, Исус, Полка и суд 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 Иисус, Тебя я буду славить вечно. Буду петь я, веселиться о спасении Твое. Благодарность бесконечна за Твою вечную любовь. Твоя слава, жизнь и зрелость, милость вымени Твою, Твою имя превосносит. Ты превыше всех идёт. Иисус, Иисус, Тебя я буду славить вечно. Иисус, 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 Твоя милость вечно. Иисус, Игорь подой, Иисус, Тебя я буду славить вечно. Иисус, 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 Тебя я буду славить вечно. Иисус, 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 Тебя я буду славить вечно. Иисус, 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 Тебя я буду славить вечно. Руслан Аскенов, славит нашего господа! 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 Тебя я буду славить вечно! Тебя я буду славить вечно! Руслан Аскенов, славит нашего господа! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я счастливую! Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда Я буду славить Господа В сердце Он моем всегда И споёт, сыграет, и споёт А теперь слэп И споёт, сыграет, и споёт И споёт, сыграет 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 Ох ты, о-о-о, о-о-о, как Ча-ча-ча Во-о-о-о, воплекая Академы для залогов Засажены сами зелёные Перед ней буду танцевать, Мою жизнь изменил он, Вродности буду я кричать, Небеса подарил мне. Перед ней буду танцевать, Мою жизнь изменил он, Вродности буду я кричать, Что Иисус, Иисус! Твою любую любовь! Иисус! 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 Иисус, ты за славу! Твою любую любовь! Твою любую любовь! Перед онаت! Иисус! Ты берешь пуль и Rome Убитая белая цивилия Переду этого моего капсулы Ты удастна Иисус! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok А теперь две бочки Добавил DimaTorzok 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 Буду жить в огне Буду жить в огне И не буду умирать молодым Скажи, я не буду умирать молодым Потому что я буду жить в огне Буду жить! 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 Буду умирать молодым Я не буду умирать молодым Буду жить! Подожди, подожди, подожди. А то уже дышать нечем. Серый. Что там? Опа! На престоле Божьей славы. Аллилуйя! Ты что-то получаешь? Портал открылся. Принимай. Сделаю так, скажи, я принимаю. Я принимаю твой огонь, Дух Святой. Все, поклонение. Я могу на иных языках, в рэпе. Я принимаю, я принимаю. Я принимаю. Давай, там, что-то. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Милость Твоя воверь, милость Твоя воверь, в жизни моей, милость Твоя воверь, милость Твоя воверь, милость Твоя воверь. Я возглашаю эту истину. Жизнь моей, милость Твоя вовек. Все вместе. О-о-о-о... О-о-о... О-о-о... Давайте все вместе, без музыкантов Это твоя бесконечная милость Ох, о-о-о, о-о-о Ох, о-о-о-oh Ох, о-о-ah Ох, о-о-о-о Вилла, estranя О marchican Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дух Святой! Дух Святой! Помощник! Утешитель! О, Дух Святой! Наше поколение нуждается в пробуждении. Наше поколение нуждается в Духе Святом. Наша страна нуждается в Духе Святом. Наши регионы нуждаются в Духе Святом. Дух Святой! Дух Святой! Ты нужен нам, как никогда раньше. Ты нужен нам сильнее, чем сто лет назад, чем тысячу лет назад. Дух Святой! Наша земля иссохла без Тебя! Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! Давайте все возьмемся за руки. Если ты вышел из-за палатки, зайди в палатку. Я хочу, чтобы мы сейчас молились за нашу страну. Чтобы мы молились за нашу землю. Мы представители этого поколения. Библия говорит, я искал у них человека, кто станет в проломе. Ты не приехал сюда просто отдыхать. Ты не приехал сюда просто хорошо проводить время. Нам нужен Дух Святой! Нашему поколению нужен Дух Святой! Нам не нужны просто люди, ходящие в церковь. Нам нужны просто члены церкви. Нам нужны люди, крещеные Духом и огнем. Которые знают Бога, которые любят Бога, которые ищут Бога, которые погружены в Бога. О, Дух Святой! Мы не хотим служить без Тебя, Дух Святой! Мы не хотим строить наши церкви без Тебя, Дух Святой! О, Дух Святой! Драгоценность наша! Утешитель наш! Наставник наш! Истина наша! Молись сейчас за свой город! Молись сейчас за свою церковь! Молись сейчас за свой регион! Пусть это не будет дежурная молитва! Пусть это не будет на отмашь молитва! Нам так нужен Святой Дух! Нам так нужен Святой Дух! Нам так нужен Святой Дух! О, помилуй нашу землю, Дух Святой! Помилуй наши города, Дух Святой! Ничто не поможет нашему поколению, как только ты! Ничто не спасет нашу молодежь, как только ты! Ничто не сможет дать возрождение нашей стране, как только ты, Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! Нам нужен ты, крестящий, Духом и огнем! Нам нужен ты! Ты — наша жизнь! Ты — наш воздух! Ты — наш общий Дух Святой! Дух Святой! Дух Святой! Коснись, 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 коснись! Коснись нас, Дух Святой! Коснись, коснись, коснись! Коснись, коснись! Дух Святой! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 хочет разрушить церковь дьявол хочет разрушить народ божий всякий раз это люди божьи они уходили от бога одно из первых что пропадало в их народе в их народе пропадал жертвенник когда появлялись идолы у идолов появлялся жертвенник король не возвращались богу они вновь отстраивали жертвенник не обязательно как ты относишься к тому что происходит здесь сейчас кто-то думает это просто безумные скачки это просто повторение одних и тех же песен которые мы когда-то депели задумает ой я слишком слишком крутой для того чтобы скакать перед богом славить его я лидер пастор или же я просто уже абитуриент который поступает в институт это мне неприлично я хочу вам сказать то что здесь происходит это жертвенник каждый твой прыжок в небо каждая твоя поднятая рука каждый раз когда ты поклоняешься богу когда ты поешь когда ты лишаешь себя голоса на ты кричишь для бога к ты прыгаешь что есть сил к ты танцуешь для него к ты забываешь обо всем к ты подобно давиду который сказал я скакал перед богом я унижался перед людьми еще раз унижусь если надо потому что я это не для людей делаю я это для бога делаю это жертвенник это жертвенник когда богу когда дьявол хочет разрушить церковь он говорит уберите жертвенник из церкви не надо сильно прыгать не надо сильно петь не надо сильно напрягаться лагерь для развлечений церковь для того чтобы просто попить кофе и скушать вкусные печенюшки евангелизация это так чисто для фейсбука для того чтобы фотографию сделать слушай мы здесь не для этого мы здесь чтобы продолжать приносить жертвы великому царю царю царей богу богов которого мы любим которому мы служим ради которого мы живем дело говорит давай уберем жертвенник давай устроим христианство без жертвы давай устроим церковь без жертвенника давай устроим прославление без жертвенника просто скучные мертвые песни просто отстоять отсидеть от служить я не хочу такого христианства я не хочу такого христианства я знаю где есть самая великая сила 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 на жертвенники сила когда мы на жертвенники поэтому павел говорит умоляю он даже не просит он даже не советует он не дает тебе мудрый совет но он умоляет тебя толкнись ближе скажи он тебя умоляет павел он тебя умоляет он умоляет тех которым сегодня так трудно даже в палатку зайти зайдите сюда сюда все зайдите всем кому трудно поднять свои руки всем кому трудно поклоняться богу кому трудно приносить жертвы кому трудно молиться он говорит я умоляю вас принесите что принеси павел тела свои тела свои тела свои язык свой горло свое ноги свои руки свои свои мозги которые забиты фейсбуками инстаграмом полгает принеси их в жертву жертву богу жертву живую чтобы служить 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 слушайте до тех пор пока в наших церквях есть жертвенник нас не победить до тех пор пока в наших церквях есть жертвенник нас не закрыть нас не остановить до тех пор пока есть жертвенные люди однажды это было в америке было серьезнейшее собрание всех глав сша сенаторов конгрессменов всех влиятельных министров и они сидели и они говорили нам нужно делать что-то советским союзом в это время была холодная война они мерялись вооружением они бросали информационные бомбы друг в друга и они сидели и говорили президенту сша ведь нам нужно что-то сделать со советским союзом нам нужно что-то делать советским союзом потому что это большая держава они могут напасть на нас они могут захватить нас этот президент это было начало 80-х годов он посмотрел на всех министров сенаторов послушайте нам ничего не нужно делать советским союзом осталось совсем чуть-чуть времени и он развалится все были неудобнение огромная держава десятки стран соединила в одну самое большое пятно на земле на планете земля это из ссср как как у них столько вооружения не победили немцев они столько всего сделали столько стран завоевали они такие сильные этот президент говорит знаешь первое поколение коммунистов они жертвовали чтобы коммунист пришел в их страну не приносили жертвы второе поколение коммунистов каждое поколение на 20 лет это поколение она еще видела как их отцы жертвовали ради того чтобы построить эту страну третье поколение коммунистов они уже мало чего видели они уже не жертвуют для того чтобы что-то построить они уже живут в коммунизме поэтому после третьего поколения коммунизма не будет знаете он был прав прошло всего лишь 10 лет после третьего поколения коммунистов в ссср и сегодня коммуниста днем с огнем не сыщешь за и почему и потому что они были слабыми и потому что у них была слабость какая-то в стране или в армии или еще в чем-то люди разучились жертвовать я знаю что многие из вас здесь ваши родители они верующие кого-то дедушки и бабушки верующие я хочу вам сказать что авраама был свой жертвенник у исака был свой жертвенник и у якова был свой жертвенник бог называет себя богом авраама исака и якова бог продолжает работать в тех поколениях где есть жертвенные люди ради чего нам жертвовать пастор все нормально мы даже сюда бесплатно приехали и бесплатно здесь едим и бесплатно спим слушайте для того чтобы вы здесь были кто-то жертвовал кто-то жертвовал здесь есть наш брат и с вячеслав епископ наш числа ты здесь и сюда иди сюда знаете еще семь лет назад эта территория на которой мы сегодня с вами собрались здесь и сюда семь лет назад это территория на которой мы сегодня здесь стоим она не принадлежала украине она не принадлежала украине она прям она была днр здесь если вы подаете к столовой там есть следы от обстрелов в асфальтах есть следы от градов потому что сюда лупили со всех сил на сегодня пастор свят вячеслав сюда приехал он мне говорит мы здесь неподалеку освобождали территорию выбрали в кольцо в круг мы атаковали вы все знаете что наш брат он является героем украины ему пуля в череп попала он с пулей продолжал еще воевать он платил цену когда он не сегодня это рассказывает я не знал что здесь не так давно еще это не принадлежала территория украине как-то я до конца этого не понимал вы представьте мы сегодня здесь свободно на кричи и молилуя слава богу поем песню богу если бы мы 7 лет назад попытались это сделать нас без всех упаковали в лучшем случае отправили бы домой в худшем бы случае мы бы были расстреляны или сидели бы в тюрьмах буду платил цену кто-то жертвовал это жертвовал чтобы мы сегодня здесь свободно поклонялись но то что кто-то жертвовал до тебя не означает что тебе не надо жертвовать потому что если не будет жертвы не будет силы не будет сил не будет жертвы не будет помазания не будет жертвы не будет победы кто-то платил кровью сегодня тебе не надо кровью платить сегодня тебе нужно возможно заплатить усталостью в твоих ногах усталостью в твоих руках небольшая усталость крепатура крепатура ты ради этого ходишь спортзал ты за это спортзале деньги платишь а здесь ты это бесплатно получаешь на прославление здесь это бесплатно получаешь на прославление знаете что люди не хотят жертву спасибо давайте поаплодируем люди не хотят жертвовать как только появится поколение без жертвы больше не будет бога больше не будет его присутствие больше не будет его славы вот почему у меня как у пастора ревность потому что мой жертвенник это мой жертвенник на сегодня пастор алексей рассказывал ведь мы каждый раз каждое воскресенье каждую субботу на молодежке вот так танцевали как мы сегодня здесь танцевали это был его жертвенник слышите его жертвенник не работает для тебя для тебя работает твой жертвенник для тебя работает твой жертвенник потому что авраам встретился с богом возле своего жертвенника исаак встретился с богом возле своего жертвенника и яков встретился с богом возле своего жертвенника А дальше? А дальше мы не читаем о жертвенниках. Вы знаете, Бог ищет людей верой, людей, строящих жертвенников. Когда мы прославляем Бога, мы должны делать это от всех сил, всем, что у нас есть. Каждый раз, когда я нахожусь на прославлении, слушайте, это не просто такое превью перед проповедью. Это моя возможность установить мой личный жертвенник. Знаете, мы на этой базе сегодня делаем жертвенник, чтобы молодежное движение в наших городах продолжалось. Мы строим здесь жертвенник для того, чтобы в наших церквях не переставала каяться молодежь. Мы делаем этого для того, чтобы в нашей стране христианство не умирало, а развивалось. Мы это делаем для этого. У нас должен быть свой жертвенник. У нас должен быть свой жертвенник. Что такое жертва? Жертва – это отдать то, что принадлежит тебе, в руки Бога. Знаете, чем больше мы отдаем в руки Божьи, тем больше Бог может действовать на этой земле. Библия говорит, что Бог все отдал в руки человека. Все в твоих руках. Когда-то Адам и Ева согрешили, и они сделали неправильный выбор, они отдали все в руки дьявола. Что такое жертвенность? Что такое поклонение? Это делать правильный выбор. Это все, что у тебя есть. Передавать в руки Божьи. Ты берешь время и отдаешь в руки Божьи. Ты берешь деньги и отдаешь в руки Божьи. Ты берешь возможности и отдаешь в руки Божьи. Скажешь, зачем это нужно? Я вам скажу, зачем. Потому что руки Божьи могут позаботиться о том, что ты имеешь намного лучше. Руки Божьи могут распорядиться тем, что имеешь ты намного лучше, чем ты распоряжаешь этим. Если мы хотим много Бога, мы должны многое Богу отдать. Мы должны многое Богу отдать. Так Авраам, имея одного сына, отдав его в руки Божьи, получил целый народ. Так мальчик, который имел пять хлебов и две рыбки, отдал их в руки Иисуса и увидел, как двадцать тысяч человек они едят, насыщаются, берут к себе домой еду и еще остается двенадцать коробов. так Иосиф, отдав свои руки, отдав своими руками в руки Божьи свою судьбу, знаете, что потеряв себя, спас миллионы людей. Все, что попадает в руки Божьи, этим Бог распоряжается намного лучше, чем ты. Сегодня так много в руках олигархов, сегодня так много в руках чиновников, много в руках власти, много в руках людей. Что такое настоящая жертвенность? Что такое настоящее христианство? Это когда мало в моих руках, но много в его руках, много в его руках. Выйти сегодня, в этот вечер, отдадим побольше Богу. Отдадим ему больше. Отдадим ему больше. Знаете, я неоднократно в своей жизни переживал, когда мне приходилось много отдавать Богу. Я знаю по-человечески, это так тяжело иногда. Когда ты отдаешь два часа в день молитве, когда ты отдаешь полчаса чтению Библии, когда ты отдаешь евангелизация, молитвам, служениям, проповеди. Ты отдаешь, 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 отдаешь. Ты мог бы потратить это куда угодно, но ты отдаешь Богу ты отдаешь Богу. Но взамен ты видишь совершенно другие результаты. Сегодня нужно нашему поколению как можно больше отдать Богу. Я говорю, сегодня нужно как можно больше отдать Богу. Как меньше оставить нам. Если мы отдадим больше Богу, то Бога больше будет. Потому что Бог может работать только через то, что мы Ему доверили. Если ты доверил Ему время, Бог может в этом времени работать. Если ты доверил Ему деньги, Бог может в этих деньгах работать. Если ты доверил Ему свою судьбу, Бог может в этой судьбе работать. Если ты доверил Ему свои отношения, Бог может в этих отношениях работать. Если ты доверил что-то Богу, то через это Бог может работать. Я хочу, чтобы мы сегодня посвятили себя Богу. Давайте закроем свои глаза. Господь, мы хотим Отдать Себя Тебе Мы знаем, что Жатвы много Делателей мало Мы знаем, Господь Что сегодня Так много в наших руках Но так мало мы еще передали В Твои руки И мы хотим в этот вечер передать Если ты сегодня Имеешь эту ревность внутри Если ты не хочешь, чтобы христианство В Твоей стране остановилось на Твоем поколении Если ты не хочешь, чтобы христианство Остановилось В Твоем поколении Если ты хочешь, чтобы верующих людей Становилось больше Жатва собиралась В большем объеме Если ты сегодня Принимешь решение Не просто быть Посредственным христианином Не просто отдавать Богу воскресение Но дать Ему больше, чем все дают Дать Ему больше, чем ты посвящал раньше Сейчас быстренько Оставь свое место Беги сюда вперед Беги сюда вперед К этой сцене Давайте поднимем свои руки Давайте будем посвящать себя Богу Давайте сегодня покажем Господу Что на этом месте есть посвященная молодежь Давайте покажем Богу Что в нашем поколении Есть жаждущие люди Что в нашем поколении Сегодня есть люди Которые хотят сказать Вот я, Господь Пошли меня Вот я, Господь Используй меня Которые хотят сказать Что я не остановлюсь Я дам больше Я дам больше Больше моего времени Больше моих сил Больше моих денег О, я дам свою судьбу Я дам свои возможности Начинаю молиться Молиться сейчас Богу Посвящайте всю свою жизнь Богу Мы посвящаем себя Тебе, Господь Мы посвящаем себя Тебе, Иисус Наши поколения Не умрет без Иисуса Наши поколения Не останется без Христа Наше поколение не останется без Духа Святого Мы отдаем себя в Твои руки, Господь Мы отдаем себя в Твои руки, Господь Посвящай еще свою жизнь Иисусу О, Аллилуйя Мы сегодня говорим, что наша страна не уйдет Не останется без Христа, не останется без Евангелия Не останется без спасения О, мы готовы отдать себя на жертвенник В жертву живую В жертву угодную Давайте еще возьмемся за руки Начинаем молиться за Украину Начинаем молиться за свой регион Начинаем молиться за тот город, в котором ты живешь Бог, посети нас Бог, посети нас Глория Нам нужно Твоего пробуждения Нам нужен Ты, Дух Святой Нам нужен Ты, Дух Святой Нам нужен Ты, Дух Святой Я верю, что сила Дух Святой Я верю, что сила Духа Святой здесь Чтобы спередить Тебя Чтобы помазать Тебя Чтобы наполнить Тебя Я верю, что сила Дух Святой И сливай И сливай И сливай, Дух Святой Через поколенья Я верю, что сила Дух Святой Мы слышим Твои призы Жатвы много Жатвы много В сердце голос Бога Кто пойдет за нас Жатвы много Жатвы много Через поколенья Мы слышим Твои призы Жатвы много Жатвы много Мы хотим быть этими делателями В сердце голос Бога Кто пойдет за нас Жатвы много Жатвы много Мы принимаем этот вызов Нашим поколением Мы отдаем Тебе всевышний Не заставка нашу жизнь Мы принимаем этот вызов Нашим поколением Мы отдаем Тебе всевышний Не заставка нашу жизнь Возьми нас Господь Возьми нас Господь Давайте все вместе споем Я жертвую себя Тебе Вот он я Возьми меня Бог Используй За слад Твоей боль О, еще скажи Вот он я Возьми меня Бог Вот он я Возьми меня Бог Без остатка Возьми меня Бог Возьми меня Бог Возьми меня Бог Используй Для Твоего царства Иисус Используй нас Возьми меня Бог Возьми меня волчьи цела Возьми меня Возьми меня Бог Возьми меня summertime Возьми меня, Бог, Возьми меня, Бог, Используй тебя спорта. Давайте еще скажем все вместе эти слова. Возьми меня, возьми меня, Бог, Вот Он Я, Возьми меня, Бог, Вот Он Я, Возьми меня, Я верю, что нет ценнее слов для Бога. Используй тебя спорта. Нет приятней слов для Иисуса. Возьми меня, Боже, Вот Он Я, Возьми меня, Нет ничего лучше, чтобы ты мог сказать Богу, Чем эти слова. Вот Он Я, Возьми меня, Возьми меня, Бог, Используй меня царство Твое. вот он я возьми меня вот он я возьми меня вот он я возьми меня его использую для царства твоего меня меня возьми меня возьми меня возьми меня шатвы хватит для всех Богу нужно больше делателей Богу нужно больше пастыров Богу нужно больше евангелистов Богу нужно больше лидеров домашних групп молодежных пастырей ты будешь не лишним его царстве ты будешь не лишним на его полях Богу нужно больше Богу нужно больше Богу нужно больше подать его вот он я возьми меня вот он я возьми меня вот он я возьми меня Используй нас! Используй нас! Используй нас! Используй нас! Используй нас! ты нашу жизнь, ты нашу жизнь, ты нашу жизнь, ты тот, ради кого мы дышим, ты тот, кому простирается, все внутреннее, нашу жизнь. Дух Святой, мы просим тебя, мы сегодня мысли, которые от тебя придут, знаете, всякий раз, когда мы говорим, вот я, Господь, возьми меня, Бог, немедленно начинает что-то говорить в твоем сердце, он начинает побуждать тебя каким-то делам, каким-то поступкам, каким-то жертвам, к служению, к молитве, к тому, чтобы делать то, что ты не делал раньше. Мы сегодня не должны закончить это служение просто хорошей песней, но мы должны закончить это служение решением, что-то отдать, время, силы, энергию, время, силы, энергию, молодость, свои возможности. Где ты сегодня будешь слушать свое сердце, слушать Святого Духа, Он обязательно, Он обязательно проговорит, что тебе нужно отдать. В руках Божьих ничто никогда не пропадало. Нет ни одной судьбы, которая в руках Божьих бы пропала. Нет ни одной жизни, которая бы в руках Божьих прожила бы зря. Нет ни одной гривны, которая бы в руках Божьих прошла бы зря. Все, что отдается в руки Божьи, получает цель. Все, что отдается в руки Божьи, приносит результат. Если ты сегодня чувствуешь, что что-то тебе нужно дать, просто посвяти это время Богу, посвяти эту сферу своей жизни Богу, посвяти эту свою жизнь Богу. Не просто абстрактно, но конкретно какой-то день недели, какое-то время в твоем графике, какую-то сферу, то ли это молитва, то ли это служение. Господи, мы посвящаем тебе. Мы посвящаем тебе. Посвящаем тебе. Аллилуйя. Я хочу, чтобы мы сейчас взяли еще хорошую жертву. Финансовую. Вы знаете, я уверен, что деньги это как лакмусовая бумага. Часто деньги показывают, какие люди плохие. Часто деньги показывают, какие люди хорошие. Но у христиан, деньги показывают, верующие они или не верующие. Аминь. Однажды один пастер сказал такие слова. Он говорит, ровно сколько ты можешь отдать Богу. Ровно настолько ты доверяешь Богу. Ровно настолько ты доверяешь Богу. Ты даешь Богу чуть-чуть, и ты доверяешь Богу в 10 гривен. Знаете, как детям им дают чуть-чуть. Мелочь дают. Дают копеечки. Почему? И много не доверяют. Я, допустим, не доверяю свою машину всем. Но некоторых людей допускают за руль. Потому что, знаешь, если они даже что-то сделают с моей машиной, они могут заплатить за нее. Если что-то пойдет не так, они порешают. А некоторые люди, я им просто говорю, ну, ты хочешь на моей машине прокатиться, зачем это тебе? Это может плохо закончиться для тебя и для меня. Точно так же и с Богом. Знаете, многие люди не доверяют Богу. Они думают, Бог ничего не может сделать в моей жизни. Я дам эти 10 гривен, я дам эти 100 гривен, я дам эту 1000 гривен. Что может из этого хорошего произойти? Ты научишься доверять Богу тысячи. Десятки тысяч. Однажды Бог научится доверять тебе больше, чем ты доверяешь ему. Если ты доверяешь Богу ему, Богу много, то Бог может доверить тебе больше, потому что у Него больше. Амин. Давайте возьмем сегодня хорошую жертву. Это начало. Это только первый день. Я говорю, это только первый день. Это только первый день. Ты еще столько хорошего получишь на этой конференции. Ты еще столько великого примешь на этом кемпе. И тебе нужен хороший запас благословения. Скажешь, как его сделать? Жертвой. Подними сейчас свою жертву. И давайте помолимся. Господь, мы просим Тебя. Благослови сегодня эти семена. Откройте ведро. Открывайте. Откройте. Откройте. Благослови эти семена. Воздай нам. Господь, воздай нам в 30-60 и во 100 крат. Воздай нам финансово. Воздай нам, Господь, прежде всего в нашем призвании. В наших отношениях. Воздай, Господь, во всех сферах нашей жизни. Там, где мы нуждаемся больше в Тебе. Дай нам, Господь. Аминь. Вы можете жертвовать. Вы можете жертвовать. Вы можете жертвовать. Если у тебя нет сегодня с собой жертвы, можешь дать обед Богу и потом принести. Но принеси сегодня что-то особенное. Доверь сегодня Богу что-то особенное. Чтобы Бог, в свою очередь, доверил тебе больше. Чтобы Бог доверил тебе больше. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Давайте еще прославим Бога. Вы можете проходить сюда к сцене, жертвовать. И потом присаживайтесь на свои места. Еще есть некоторое объявление. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Слава Иисусу. Давайте еще подарим Господу большие аплодисменты. Бог благ. Амин. Амин, 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 амин. Он здесь. Кто чувствует, что Бог сегодня здесь? Ты чувствуешь, что Бог здесь? Да или нет? Да или нет? Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Дорогие друзья, у нас завтра в 8 утра начинается наше молитвенное служение. Будет молитва, потом будет, вначале будет зарядка, потом будет молитва, потом будет маленькое слово. И после начинается наша программа. Я вас прошу, посмотрите на меня все. Будьте смиренными и послушными.